Домашнее задание к следующему вторнику. Сделать на плане этажа оси, стены и размеры не обязательно все, но мне главное посмотреть, что у вас будет получаться, вернее, что у вас не будет получаться, чтобы понять, какие ошибки допускаете и что вам нужно было объяснять. Постарайтесь сделать все стены, сделать стены, толщину нужно задать 120, 250, 380, 510 по модулю кирпича, по размеру кирпича и проставить размеры. Как делать, я же сегодня записывал это, в записи будут в iOS на YouTube, а вот это будет выкладывать. Не выкладывайте ни в файл архикада, мне просто реально неудобно открывать все файлы архикада и проверять, а выкладывайте в формате PDF. Если картинка это будет JPEG или TIP или PNG, то чертеж лучше в формате PDF, не как картинка. Тогда мы можем его увеличивать бесконечно и будем видеть его как чертеж в линию, а не как набор точек. Так вот, как сохранить чертеж в формате PDF. Проще всего взять, пойти в файл, сохранить как. Снизу TIP файл выбираем не PNG архикадовский, а PDF. PDF. Ставлю галку от кирпича после сохранения, чтобы сразу проверить, чтобы он сохранился. Тут же открылся, я сразу проверил, как он на листе закомпоновал. Вот, и теперь важно назвать размеры листа, где будет этот чертеж. Нажимаем параметр страницы, будет размер листа. А4, альбомный, размеры полей. В принципе, не важно, просто знайте, что вы меняете размер листа, формат. Или списка готовых форматов по ГОСТу, или выведите вот здесь значения любые, произвольные. Менете ориентацию вертикальную, горизонтальную. Поля меняете. Ну, пускай мне будет этот чертеж, он вытянут в вертикали, пускай мне будет книжный, на 3, пускай будет поля, там, сантиметров по 5. Вы как хотите делать, просто знайте, что здесь это все задается. Как у вас будет, мне все равно. Окей. А вот самая важная, кнопка параметра документа. Потому что мы здесь видим, как будет чертеж в будущем на листе. Вот у меня он влазит в масштаб 1 к 100, масштабе он влез. Если бы масштаб был 1 к 10, например, то чертеж у меня был бы на, не знаю, скольки листа, 8 на 7, по-моему, 42. Так вот, если бы он не влез на один лист, что бы тогда получилось? Допустим, я бы не проверил, забил на эту функцию. Пошел сохранить. Парк открывается. И смотрю, что сейчас будет. Просто разбить чертеж на кучу-кучу листов. То есть, он в масштабе 1 к 10. На таком масштабе он влез на 56 листов А3. Просто разбили на кусочки. Закрываю. Поэтому важно проверять, как он будет на листе закомпонован. Опять файл. Сохранить как? Опять открыть после сохранения. Называйте, как бы лучше назвать. Давайте назовем номер вашей группы. Фамилия. Да и все. У вас же в PDF еще нет. В PDF были только картинки. Поэтому номер группы, фамилия. Так вот, нажимаю параметры документа. И вот здесь проверяю, чтобы у нас это все было на одном листе. Поэтому или загоняю по размеру листа, ставлю точку по разной странице. Масштаб какой-то произвольный. Сточетку по размеру страницы. Или масштаб стал меньше. Уж не как больше. Чтобы он влазил на лист весь. Вот сотый. Или могу не сотый, а специальный. Но так, чтобы все влезло на лист. Один из ста. Лазит. Один к 75. Тоже влазит. Да, вот. Это будет и в масштабе. И по листу нормально будет закомпоновано. Все проверил. На лист на один влазит. Окей. Жму сохранить. Да, он уже сохранен был. Заменяю. На тот, где была куча листов. И вот у меня чертеж на листе. Вот так добавлено AOS в домашнее задание. Это было жидко. Файл ТБР.